Всем привет! Мы находимся сейчас на одном из наших объектов, которые мы сделали в прошлом году и сейчас идет полным ходом реализации. Посмотрим, обратим внимание на некоторые дизайнерские детали. Здесь у нас центральный холл, лестница наверх, здесь будут две колонны, здесь центральная розетка, очень красивая, с такими лепестками. Слева и справа шкафы, люстр будет свисать. Здесь основная идея этого пространства была объединить весь первый этаж, чтобы можно было заходить в центральную зону, переходить на кухню и в гостиную. Здесь основная зона, по центру будет интересное панно, на полу будет мрамор. Центральная зона сделана из пилястров, образующих порталы. Получается такая структура, вот здесь одна зона, две двери. Кстати, очень какая-то хитрая штука получилась, совершенно несуразный рисунок, это все будем сносить, будем менять. Здесь была идея, что портал такой, он должен обрамлять вот эти две двери и должны быть единые конструкции. Точно так же у нас обрамление получается вот здесь, для лестницы и точно такое же симметричное оформление вот здесь. Таким образом получается некая структура, которая держит все это пространство. Ну и здесь еще один портал. То есть за счет основных вот этих колонн, раз, два, три и четыре, у нас держится как будто это весь дом и по центру вырез с большой люстрой. Здесь выход и симметрично вот с этими колоннами, которые будут здесь, будут еще здесь тоже две колонны и здесь будет большое витражное окно, дверь с выходом наружу. И за счет этой структуры мы можем сделать основные поверхности более насыщенные, более интересные, из мрамора, из гипса. Здесь у нас гипс будет наверху и на стенах и мрамор на полу. Пришлось увеличить пространство. По проекту архитектурному было меньше вот эта зона второго света. Мы ее увеличили, тем самым добавив симметрию и добавив свет. Попадаем в зону столовой. Здесь будет стоять стол, большое красивое панно, ниши для встроенных шкафов. Выход на веранду. Здесь будет кухня, барная стойка, столешница, раковина у окна. Всегда, когда есть возможность, нужно делать раковину у окна. Это очень здорово, когда стоит, хозяйка работает и солнечный естественный свет попадает на моющую поверхность и можно взглядом тоже отдохнуть. Встроенные шкафы будут везде. На потолке гипс. Та же самая структура прослеживается и здесь. Есть вот эти колонны. По периметру идет один карниз. Здесь, опять же, встроенные шкафы обрамляются такими же колоннами. На потолке два колодца с закарнизной подсветкой. Один над зоной столовой и один над зоной кухни. И отсюда мы попадаем в центральную зону. Это гостиная. Здесь камин. Если смотреть по оси, когда мы строим любой интерьер, мы стараемся соблюдать оси. В данном случае центральная зона – это камин. Дальше у нас идет люстра, стол и в самом конце кухонный остров и кухонная мойка. Прослеживается вот такая вот длинная ось. Когда мы стоим отсюда, то просматриваются также зоны с обходом. Там будет витражное окно. И второй акцентный вид на лужайку. Здесь будет диванная группа, телевизор, стол, люстра для этого стола, шторы, встроенные шкафы. Вообще стараемся использовать как можно больше встроенных решений, особенно это касается шкафов, кухни и гардеробных. Всегда, когда есть возможность что-то встроить, мы это делаем. Здесь панно, телевизор, консоль, кресло и диван. Также встроенный шкаф. Можем пройти в центральную зону, вернуться назад. Это бильярдная зона. Здесь пока ничего не готово. Используется как склад. Это главная спальня. Здесь будет кровать, шкафы, выход в гардеробную один и выход в санузел. Вот такое большое высокое пространство снизу до верху. И с такой кровлей, очень ломаной, интересной. Здесь стоит ванна на ножках отдельно стоящая. Раковина. Унитаз. И выход в гардеробную зону. Ничего необычного, просто шкафы. Клиент спрашивает, обязательно ли делать гидроизоляцию в ванной. Конечно, обязательно делать гидроизоляцию в ванной. Даже если подразумевается, что протечка воды не будет, все равно протечки и вода будут. Нужно обязательно все это дело предусмотреть. Мы можем войти в гардероб в двух зонах. Через ванную и через тот дверь-пенал. Очень интересная история с этим порталом. Хотелось сделать такой праздничный вход, более торжественный. Для этого сделали структуру из колонн. И здесь будет еще две дополнительных круглых колонны. Вот тут залили лестницу, но немножко ошиблись. Ее нужно продлить будет чуть-чуть вперед. Для того, чтобы колонны, вот здесь две боковые круглые, стали ровными. Сейчас вот небольшое смещение. Если посмотреть, то видно, что чуть-чуть будет не по центру. Поэтому этот круг немножко сместится. И такие же будут две колонны около самого входа. Подлестничное пространство. Сначала здесь была идея зашить, но потом отказались от этой идеи и решили сделать максимально открытым. На ступенях сделана подсветка. Здесь совмещение трех, можно даже сказать, стилей. Это классический стиль, плюс яхтенный стиль с такими воздушными элементами. Поэтому есть подсветка здесь и на втором этаже. А также есть восточные элементы. Они здесь присутствуют и в оформлении уже мебели, ковки, декоративных элементах. Стена будет сделана из остаренного зеркала. Здесь и вот на этой плоскости. Для того, чтобы свет, который попадает с южной стороны, из окна и снизу, попадал сюда, отражался. Тем самым пространство будет еще более расширено, более насыщено светом. Так как на первом этаже будут еще витражи, будет отражаться в этом зеркале красивые виды от солнца и от пола. Напомню, что там рисунок. Второй этаж пока сейчас в лесах. Они нужны для того, чтобы смонтировать потолок. Потолок, кстати, уже сделан. Все по чертежам, по эскизам, из массива дерева. Закрыли уже пленочкой, так что готово к использованию. Здесь будут шкафы, здесь и на той же стене. Они будут симметричные и сделаны из такого же дерева. Здесь очень важно не упасть в эту нишу. Будет подсветка по периметру, диванная группа и такая зона отдыха импровизированная. Зоны для детских. Также гардеробная и ванная комната. У нашего заказчика шестеро детей, поэтому на втором этаже размещено четыре комнаты, где они будут жить. Одна из комнат. Здесь на полу импровизированная идет раскладка мрамора для санузла девочек. Согласовываем раскладку со строителями. На втором этаже везде мансардная получается скошенная. Потолок. Мы оставляем пространство и вписываем остальные элементы в него. Вторая комната. Она выполнена в виде классического кабинета. Все из дерева. Комната старшего сына. Здесь детский санузел. Инсталляцией в таком современном стиле. Это комната девочек, близнецов. Там гардеробная. Ну и здесь будут кроватки и встроенные также внизу шкафы. Надеюсь, экскурсия по дому вам понравилась. Смотрите визуализацию, смотрите планировку. У нас на сайте есть подробный рассказ по этому дому. В следующий раз, когда приедем на автосхинозор, я думаю, уже снимем дополнительные какие-то изменения и нововведения. То есть, знакомые там дали. Вот, кстати, вот он, калаката. Красиво. Видите? Да. Это настоящий итальянский палатат. Здесь он стоит безумно. Безумно. Я даже не понял, о чем мы не говорили. Какие-то 600 евро, что ли. А вы как привезли? Что без парки вот достался. Значит, сняли все размеры, обещали. Позвол? Да. Не смотрели его, да? Нет, не видели. Нет. Я такой тоже не видел в столовой. Да. Слуха.